Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Отцы и сети на Беларуси усилят ответственность родителей. Сидит на колечке, в телефоне смотрит ютубы, тиктоки. Брошенные или зависимые. Ролик 18+. В Монгелевской области ликвидирована порно-студия. Стоимость варьировалась от 20 до 100 белорусских рублей в зависимости от предпочтений заказчика. Что грозит за съемки сомнительного контента. Правильное воспитание. На территории 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка началась первая смена спортивно-патриотического лагеря. Они познакомятся с оружием, они познакомятся с военным распорядком дня. С чего начинается родина. А также белорусский хлеб, новая линейка и обратный отчет. До начала вторых игры стран СНГ остаются меньше месяца. Сколько ожидается участников? Смотреть в оба. В Беларуси усилят ответственность родителей. Практически все ЧП с участием детей происходят из-за недосмотра взрослых. И социальные сети, как показывает жизнь, не исключение. Здесь опасностей не меньше. Зависимости, незаконный сбыт наркотиков, совращения и плохие компании. О шок-контенте Мария Бересневич. Развитие суицидальных наклонностей. Впрочем, далеко ходить не надо. Факт налицо. Я увидел шраму на руке, да, я ему сказал, что это он начал прятать. Я, говорит, ножом там один раз сделал. Говорю, это не один раз. Говорю, это постоянно. Там много шрамов. Ну все, он спрятал, как бы так руку. Ну все. Ну толком ничего мне не объяснил. Почему? После этого к специалистам не хотели его отвезти? Нет. Я ничего не... Ну лично я нет. Мама, я не знаю, не скажу. Ну как я маме скажу, мама, давай его в дурку сдадим. Ну как-то тоже неправильно. Я пытался сам повлиять, но бесполезно. Мама с ним не справляется. Маму не слушаю. Ни друзей, ничего у него нет. Он никуда. Он вот сидит на коечке, вот, и в телефоне вот смотрит там и тубы там вот эти, вот это какие еще, тиктоки вот эти. Все. Я даже не лезла к нему вообще в телефон, не лезла. Потому что у меня даже такое в голове не может быть, что мой ребенок вот это вот, по глупости, по своей глупости. А что он в телефоне смотрит? Там видео никакие не показывал, тиктоки, тиктоки, тиктоки? Нет, я вот когда смотрела, я к нему подходила, там идет тикток, как обычно вот идут. И тубы вот эти, фильмы. Он дальше продолжал смотреть, не закрывал ничего телефон, да? Нет. То есть вам показывал что-то? Да, он просто смотрел фильм. И это не все. В своем тиктоке мальчик публикует ролики об иркутских молоточниках, дуэте серийных убийц или, как их еще называют, акадимовских маньяков. Кроме того, подросток поклонник Казанского и Керченского стрелков интересуется движением Колумбайн. Это название школы в США, в которой в 99-м произошло самое громкое вооруженное нападение учеников на своих одноклассников. Тогда погибли 13 человек. Инцидент получил широкий резонанс. В некоторых странах появились тематические сообщества в социальных сетях, посвященные этим событиям и восхваляющие организаторов убийств. Сначала субкультура дошла до России. Теперь Запад пытается будоражить умы белорусских детей. Благо, правоохранительный чеку. Колумбайн. На самом деле, самый худший теракт в истории для меня. Пусть он, конечно, самый популярный. Я не поддерживаю идеи и само действие. Что хорошего в убийстве людей? Ничего. В убийстве ничего хорошего нет. У тебя в ВКонтакте есть публикация, написано «Моя мечта» и там фото дробовика. Что можешь по этому поводу сказать? Наверное, это просто была часть моих ассоциаций, понимаете? Я не чувствую какого-то выполненного долга перед человечеством. Потому что, по мне, недавно относительно, я понял, что жизнь не должна быть такой аморальной, как у меня. И люди должны жить куда более правильными идеями и решениями. Сам понимаю, что это неправильно. То, что там есть, то, что я там писал. Да и, в принципе, то, что я распространял там свои мысли в всяких соцсетях, тоже не особо правильное решение. Парень не просто оступился, но и тянул за собой других. К счастью, это история с хэппи-эндом. Однако, если бы подросток осуществил задуманное, беды было бы не миновать. В переписке с приятелем мальчик перечисляет жуткие вещи, которые, как он выражается, приносят ему радость. Среди них убийство и причинение вреда другим. За первое грозит уголовная ответственность, за второе – административное. В обоих случаях наступает с 14 лет. Практически все ЧП с участием детей, будто падение из окон или трагедии на воде, происходят из-за недосмотра взрослых. И социальные сети, как показывает практика, не исключение. Здесь опасностей не меньше. Зависимость, незаконный сбыт наркотиков, совращение и плохие компании. Отсутствие контроля и безучастность в жизни ребенка могут привести к непоправимым последствиям. За действия несовершеннолетних, которые содержат признаки административного правонарушения либо преступления, придется расплачиваться родителям или заменяющим их лицам. Штраф до 370 рублей. Из-за внутренней неуверенности психика часто принимает решение придумать свой собственный мир или уйти в мир вымышленный. Таким образом, ребята могут либо много проводить времени за компьютером, либо и для них важно принадлежать к определенной группе ребят, как в так называемой субкультуре. Сами ребята не способны уяснить, что можно и что нельзя, и поэтому все время проверяют возможность дозволенного. Из-за того, что ребята делят мир на своих и на чужих, сразу своим стать практически невозможно, поэтому родителям важно на более ранних этапах установить доверительные отношения со своим ребенком, знать, с кем он дружит, знать, где он проводит время и чем он там занимается. Если ваш ребенок проявляет чрезмерную агрессию или патологическую привязанность к определенной группе ребят или к субкультуре, лучше всего обратиться к детскому психологу. В большинстве случаев мама и папа контролируют только время, проведенное в интернете. Сами же дети не спешат посвящать взрослых в детали своей виртуальной жизни, а ведь там может быть что угодно. Родители, вы знаете, чем сейчас занимается ваш ребенок? Играет на улице, смотрит фильм, сидит в социальных сетях и переписывается? С кем? Нечего ответить? Тогда готовьтесь пожинать плоды. Что можете посоветовать другим родителям на фоне вашей сегодняшней ситуации? Проверять чаще телефоном. Проверять и смотреть за своими людьми. Сомнительная самозанятость в Могилевской области ликвидировали порно-студию. Ролики интимного характера снимала 19-летняя жительница Краснополия и сама же выступала в роли актрисы. Контент 18+, девушка рекламировала на фейковых страницах в соцсетях. Фигурантка отправляла готовые видео только после оплаты. Стоимость варьировалась от 20 до 100 белорусских рублей в зависимости от предпочтений заказчика. Возбуждено уголовное дело. К слову, за совершение подобных преступлений грозит лишение свободы на срок до 13 лет. Новейшие технологии, незаметная угроза и ежедневные полеты. Белавия увеличит частоту рейсов в московский аэропорт Внуково. С какого числа? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусские аграрии успели убрать в три раза больше зимовая чменя, чем за такой же промежуток времени в 2022-м. Наши хлеборобы обработали 27 тысяч гектаров полей – 17% от общей площади. В лидерах Брестская, Гродненская, Гомельская и Минская области. Идёт уборочная также сурепицы и рапса. «Горизонт» анонсирует выход на рынок новой линейки компьютеров мини-ПК H-TOP – устройство компактных размеров. По функциональности и техническим характеристикам не уступает стандартному системному блоку. Как отмечают разработчики, предприятие ожидает хороший спрос. Производство опытной партии уже на финишной прямой. С начала года в стране зарегистрировано свыше 200 случаев лаймборелиоза и 2 энцефалита. Только в Могилёвской области по сравнению с прошлым годом количество укусов клещей возросло в два раза. Опасность в основном подстерегает в лесу. Чтобы защититься, стоит использовать специальные репелленты. «Белавия» увеличит частоту полётов во Внуково с 31 июля. Теперь они будут осуществляться дважды в день – из Минска в 19.50 и из Москвы в 22.05. Это третий аэропорт московского направления. Самолёты также приземляются в Домодедово и Шереметьево. Подробное расписание на официальном сайте авиаперевозчика. До начала вторых игр стран СНГ осталось меньше месяца. В продаже скоро появится продукция с символикой. Сами соревнования пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси. Победители и призёры будут определены в 20 видах спорта – от стрельбы из лука до художественной гимнастики. Ожидается, что в гости к нам приедут тысячи участников. Трезвый взгляд в городе прошла акция, направленная на предупреждение алкогольной зависимости. Инициатор – зональный центр гигиены и эпидемиологии. С работниками Бобруйска-Громаша встречу провели врач медицинской профилактики, психиатр-нарколог и психолог. Обсудили то, как спиртные напитки влияют на организм и какие могут быть последствия от употребления. У нас в наркологическом диспансере состоит около 2800 людей на данный период времени. То есть это только выявленные люди, которые у нас наблюдаются. А также есть ещё много людей, которые злоупотребляют алкоголь и не находятся у нас при этом под наблюдением. Бобруйск активно принимает участие в государственном профилактическом проекте «Здоровые города и посёлки». В работе много направлений – от правильного питания, своевременной диспансеризации до физической активности и безопасных условий труда. Азы военного ремесла. В Бобруйске открылась первая смена спортивно-патриотического лагеря. 25 ребят круглосуточно проживают на территории 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка. Впереди насыщенная программа, военная топография, знакомство с бытом, физическая, медицинская и тактическая подготовки. Занятия проходят в игровой форме. Воспитанники нашего лагеря будут заниматься здесь непосредственно тем, что будут осваивать азы военного ремесла. Они познакомятся с оружием, они познакомятся с военным распорядком дня. Я в этом лагере уже второй раз. Я пришёл в него из-за того, что каждый день мероприятия. Они очень интересные и дни очень тоже быстро пролетают. Смена длится 9 дней. Ребят также ждут экскурсии в 147-й, зенитный ракетный полк, Бобруйский ДСААФ и мемориальный комплекс памяти сожжённых деревень Могилёвской области в деревне Борки. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!